В Тульской храме в честь преподобного Сергия Радонежского продолжились мероприятия в рамках празднования 700-летия преподобного Сергия «Всея России чудотворца». Педагоги и воспитники воскресной школы вместе с духовенством храма приняли участие в старшем традиционном конкурсе детских рисунков на асфальте, посвященном великому русскому святому. Этот год для нас стал очень важным, поскольку и на государственном уровне отмечается 700-летие в памяти преподобного Сергия. И вот несмотря на такую погоду, дети с воодушевлением решили, сохраняя традицию, и в этом году порисовать на асфальте. Житие преподобного Сергия Радонежского раскрывает нам смысл подвига христианина. Это подвиг не внешних героических поступков, которые человек может совершить в повседневной жизни, а подвиг внутреннего делания. Он состоит в постоянной памяти о Боге и в исполнении его заповедей. Если не было бы Сергия, то не было бы и России. Человек – это огромная духовная сила. Это и доказал в своей жизни преподобный Сергий. На этой картине нарисован Сергий Радонежский и старец, у которого он взял благословение. Благодаря чему он научился читать, научился грамоте. Долгие годы он не мог там научиться. Мы должны всегда следовать его поступкам, ему смирению, быть всегда похожи на нему. Потому что ты святой человек, а святые люди, они всегда были близки к Богу, всегда соблюдали посты. И во многом старались быть похожими на хороших людей. Так мы должны быть такими же, как и Сергий Радонежский. Вкладывая души в свои недолговечные миловые шедевры, дети перекинули своеобразный творческий мостик между эпохой Сергия Радонежского и нашими днями. Напомнив всем и каждому о том, что за 700 лет базовые ценности россиян, такие как единство, воинская доблесть и патриотизм, духовное и культурное развитие, остались неизменными. Продолжение следует...